К новому учебному году в Красноярске резко подорожали однокомнатные квартиры. Месяц аренды сейчас обойдется в 13 тысяч рублей. Причем еще в мае такая же квартира стоила 11,5 тысяч. Дороже всего аренда обойдется в Октябрьском районе, где живет больше всего студентов. О других новостях в двух словах расскажем далее. В Енисейском районе двое мужчин получили срок за сосны. Черные лесорубы без разрешения спилили 130 деревьев. Это от 265 кубов пиломатериала и больше 2,5 миллионов рублей ущерба. Деньги мужчины теперь должны выплатить государству. Кроме того, оба преступника получили по 4,5 года условно. Условным сроком отделалась и Красноярка, которая обманом похитила полмиллиона рублей. Женщина звонила от имени сотрудника банка и просила данные счетов. Так она обманула 27 человек. В сумме они привели 500 тысяч, но суд рассмотрел дело и дал всего 3 года условно. Служба спасения животных выехала на свое первое задание. Бригада из волонтеров, спасателей и работников коммунальных служб доставали из ливневки собаку. Она была там две недели, выманить ее получилось с помощью еды. Это уже второй подобный случай за месяц и оба со счастливым концом. В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки сняли, как бурые медведи трутся спиной деревья. В некоторые места косолапые приходили парами. Специалисты расходятся во мнениях. Одни уверены, что так животные метят территорию. Другие, что медведь обмазывается смолой, чтобы защитить себя от паразитов.